Приветствую вас. Ваш вопрос, который даже не совсем вопрос, наверное, а больше такая история на, скажем так, размышления, история на какие-то вот такие мысли, ассоциации и прочее. Так вот, я бы сказал, что ваш вопрос вызывает желание, знаете, немножечко так к себе прислушаться и немножечко подслеживать какие-то такие элементы восприятия, что ли, которые мне кажутся важными в том, что вы описываете. Нет, конечно, можно увидеть некоторые моменты. Например, вы пишете, что были случаи зародились у меня отношения на расстоянии. Это вообще-то довольно тревожный знак, потому что показывает то, что как-то вы не особо внимательны к тому, что является в общем и целом вашей, на мой взгляд, личной ответственностью за то, за то, что происходит или не происходит в вашей жизни. Вот. Это первый момент. Второй момент. Конечно, человек не просто так оказывается в отношениях на расстоянии зачастую и зачастую связано с тем, что человек несколько опасается или разочаровывается в отношениях, скажем так, в реальном мире, в реальных каких-то ситуациях. Вот. И это нужно, конечно же, учитывать обязательно. Вот. Далее вы пишете про, по сути, совместную какую-то идеализацию, да, что очень часто бывает в отношениях. Вы пишете про то, что идеализировали друг друга, то есть напомнили друг друга своими собственными надеждами, своими собственными ожиданиями, вот, своими собственными какими-то желаниями, если угодно и так далее. И это нормально, это, на мой взгляд, в общем и целом можно вполне себе использовать для того, чтобы увидеть, а какие желания вообще у вас, например, есть, да, и чего вообще вы хотите, вот. То есть, ну, например, в частности, можно сделать такое предположение, что у вас имеет место быть вот некая такая злость, некая такая эмоциональность, да, о которой вы говорите, ну, вот, и, в общем-то, злость, пожалуй, это нормально, злость, пожалуй, это естественно и ничего в этом такого, значит, пожалуй, что нет. Вопрос, конечно, заключается, на мой взгляд, в том, да, какая природа этой злости и как, в принципе, вы с этой, например, злостью, допустим, обращаетесь, да, то есть, ну, просто как вы с ней обращаетесь, вот, что вы с ней делаете и какую функцию она выполняет. это злость. То есть, если эта злость выполняет пункцию, например, защиты ваших личных границ, то это одно, если функция злости выполняет, если функция у злости какая-то другая, например, вы не верите или у вас вызывает какую-то, допустим, смутную, например, тревогу, когда, значит, эмоции, допустим, не такие яркие, да, вот, то здесь уже, на мой взгляд, немножечко другой аспект, здесь аспект, связанный с тем, что вы больше доверяете, доверяете, например, людям, которые, допустим, вызывают у вас эмоции яркие и, возможно, негативные, нежные, чем вы доверяете людям, которые вызывают у вас эмоции теплые, нежные, вот, и, в частности, ну, вот, такие, которые вы описываете, вот, и это, конечно, на мой взгляд, выдает некую такую базовую вашу тенденцию к тому, чтобы себе, например, не доверять, вот, и это уже может быть, на мой взгляд, предметом для, значит, психотерапии, конечно же, вот. Дальше. Вы пишите, начинались они очень бурно, нам было вместе интересно, парень был сексуально привлекателен, мы все время фантазировали, какой будет секс, когда мы встретимся. Ну, что здесь хочется сказать? Наверное, в первую очередь, то, что здесь хочется сказать и отметить, это некая такая, получается, центрация на сексе, то есть гендерные отношения, да, вот, гендерное такое, получается, взаимодействие, вот, в основном, несмотря на то, что вы говорите, что вам было интересно, то есть тут я бы вот тоже несколько поисследовал бы этот аспект, да, то есть как интерес, в данном случае завязан на сексе, является ли он самостоятельным, этот интерес или нет, то есть интерес у вас идет в привязке, например, значит, к сексу, или интерес идет параллельно, параллельно сексу, вот, если же интерес идет в привязке к сексу, то какая это привязка, то есть тут вот тоже это нужно смотреть, потому что я понимаю, что, значит, ну, я понимаю прекрасно, что он общались вы, значит, 10 месяцев, то есть это срок довольно большой, вот, ну, получается, что это срок довольно большой, вот, и что за 10 месяцев, в принципе, вы могли, конечно же, перейти к фантазированию, и это, в принципе, нормально, но, повторюсь, меня интересует именно место, значит, сексуальной сферы для вас, скажем так. Вот, потому что то, что вы начинаете говорить о сексе практически со второй строчки, ну, это, конечно же, выдаёт определенную, на мой взгляд, специфику, вот, то есть это очень такой важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание сейчас, вот, значит, с этого, пожалуй, стоит начать. Дальше, так, парень мне был сексуально привлекательный, хотелось бы увидеть, чем, значит, все время фантазировали, в итоге, мы, значит, в итоге, когда мы встретились, у нас было только 3 дня, мы разочаровались, непонятно, почему, вот, ну, опять же, почему непонятно, то есть это, естественно, когда возникает фантазия, возникает идеализация, вот, а дальше вы сталкиваетесь с реальностью, и эта реальность оказывается не такой идеальной, как вы представляли, и, соответственно, происходит, происходит адаптация, вот, на мой взгляд, так что, лично мне кажется, кажется, что здесь все предельно, предельно вообще, значит, ну, предельно все понятно, вот, на мой взгляд, то есть это вопрос, пожалуй, больше вот к вам, то есть вопрос о том, почему вам непонятно, вот, то есть это вот именно, именно вопрос, именно вопрос такого плана, почему, почему вам непонятно, то есть вы как будто бы здесь цепляетесь, значит, за свою иллюзию, да, вот, вы цепляетесь здесь за свои фантазии, вот, и вам как будто бы больно опускать, то, что вы нафантазировали, вот, про человека, скажем так, вот, что, конечно же, на мой взгляд, является, опять же, история про то, что не реального человека вы видите, а вот некий такой свой образ, по крайней мере, в этой части, пока что, который вы, который вы описываете, вот, дальше там у нас немножечко происходят изменения, да, вот, но тем не менее, дальше, 10 месяцев мы приписывались и вот встретились, самое-то ключевое мы как-то осознялись, что между нами нет особой страсти в фильме, это нормально, вообще, страсть, она, как это ни парадоксальная, характеризуется больше, как раз таки, для тех людей, которые, вот, ну, не то, чтобы не зрелые, а, скорее, вот, те, кто личностью не вырос, то есть, для тех, кто личностью вырос, как бы, страсть, в общем-то, свойственно, куда в меньшем, куда в меньшей степени, да, мы это можем видеть на примерах, как бы, людей, которые взаимодействуют друг с другом, уже находясь в, ну, скажем так, не в возрасте, да, там, 25, людей, то есть, тем, кто даст запрет, они, как правило, вот, страсть такой, очень уж и прямо-таки уж сильный, да, наверное, наверное, ну, наверное, не бывает, не бывает, или если бывает, вот, то проявляется она куда менее интенсивно, чем то же самое, но в более раннем возрасте. Связано это с тем, что меняются приоритеты человека, вот, меняется его направленность, меняются его потребности, и я мог бы сказать, что, здесь я мог бы сказать, что, вот, как раз то, что вы описываете, выглядит как то, что вы свои отношения выстраивали по немножечко такой накатанной дорожке, вы привыкли, возможно, устраивать отношения, опираясь на, как раз таки, интимную сферу и страсть, вот, но там, где страсть, там, собственно, опять же, идеализация, то есть тут мы столкнулись с, получается, той же самой идеализацией, с которой мы столкнулись в начале, в начале вашего текста. И идеализация, идеализация же имеет место быть, когда, вот, собственно говоря, люди в реальной жизни, значит, взаимодействуют, но, как, например, вы пишите, там, значит, ну, ссорятся, да, и так далее. То есть это, вот, опять же, в ту или иную степень тоже про идеализацию, к сожалению большому моему, вот. Так что, я бы сказал, что факт того, что страсти у вас особо нет, это факт нормальный. Это означает, что отношения стали более спокойными, вот, более такими, я бы сказал, глубокими, может быть. Но, здесь есть очень важный момент, что глубина, она бывает разной. И вот, что представляет собой ваша глубина, очень хороший вопрос. Потому что, когда выясняется, например, что человек может удовлетворить, допустим, вашу, не только, к примеру, привычную, базовую потребность, ну, скорее, привычную, чем базовую, но и более глубокую потребность, а ведь то, что вы описываете дальше, свою страсть и так далее, это вот такое ощущение, что вы хотите почувствовать, что в любом случае, вот, что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, в любом случае, в любом случае, например, вы будете, там, допустим, любимый, в любом случае, вас будут как-то, вот, значит, ну, там, допустим, ценить, уважать, да, вот. И частые ссоры, вот, которые, которые вы, вполне возможно, как-то, вот, значит, ну, вносили свой вклад, да, вносили или вносили свой вклад, вот. Могут быть как раз-таки про что, про то, что вы таким образом проверяете, значит, ну, свои границы, вот. Вы таким образом проверяете границы, ну, дозволенного, вот. Я бы так, я бы так сказал. И если это так, если вы проверяете, если вы проверяете, значит, границы дозволенного, то это означает, что вы ведете себя, как ребенок, вот. То есть человек, как бы, пытается проверить, да, вот, что мне, ну, что мне можно, что мне можно, вот, чего мне, чего мне, чего мне нельзя, вот, и так далее. То есть это вот пока история здесь. То есть, по сути дела, в основе этого лежит такое вот детское поведение. Но вы это детское поведение, если привыкли удовлетворяться, или привыкли как-то его реализовывать, например, исключительно вот таким способом, ну, ну, вот, способом, который вы описываете чуть дальше, то это одно, а когда этот способ не работает, то, или когда этот способ просто впадает, да, вот, то выясняется, что там другая находится базово ваша потребность, вот, например, потребность быть защищенной, потребность быть вот этой вот самой маленькой девочкой, о которой вы говорите, вот, но только это непривычно вам, это непривычно молодому человеку, и, соответственно, либидо-то спадает, вот. Это нормально, потому что, ну, мы не можем, мы не можем чувствовать, да, например, ну, влюбиды, да, допустим, к, эм, к поймацию, то есть психик нас от этого ограживает. Вот, за 10 месяцев мы создали такое глубокое нежное искреннее общение, что ничего не осталось из какой-то здоровой животной злости, которая так прекрасно сексует. Ну, далеко не для всех здоровая животная злость характерна секс, секс может быть разным, может быть и нежным, и так далее. У меня есть ощущение, что вы такие отношения выстраивали по привычке, вот, по привычке. Опять же, здесь есть другой важный момент. Вы говорите, вроде бы, про, значит, ну, вы говорите про глубокое нежное общение и так далее. Вроде как, вы. Но в то же время вы говорите о фантазиях. То есть, вот это вот, ээээ, сейчас в, эээ, в моем восприятии несколько сложно соотнести. Общение, где много сексуальных фантазий, и в то же время глубокое нежное искреннее общение. Такое ощущение, что вам нужно было выразить вот эту все фантазии, да? Таким образом, отреагировав к какому-то злости и агрессии, которая у вас есть. А после осталось место для такой вот нежности, для такого вот искренницы, для такого вот, такого спокойствия. Дальше. Эээ, и сейчас непонятно, что с этим делать вообще. Пишите вы. Ну, если вам комфортно, просто находитесь в этом и смотрите, что будет дальше. Оглядываясь на свои отношения, где был классный секс, на данный момент был до этого. Боль, ссоры, манипуляции, все эти эмоции, задавали афигенный секс. Вот это не очень хорошая история. История, я бы сказал, что это больше про нездоровость. Я бы сказал, что это больше про нездоровость, про эсссональные качели, вот, и так далее. Ну, и совершенно очевидно, что межличностного общения какого-то там мы не увидим, да, совершенно точно мы не увидим там восприятия человека, да, то есть мы увидим там скорее исключительно видение себя и своих потребностей, да, но никак не другого. Вот. Тут нежность исключает заботу доверия, но на этом фундаменте вообще, значит, мне хочется заниматься любовью, какой-то анти, значит, сексуальный фундамент мы построили. Да, это верно, это верно, это верно. И здесь есть такая деталь. Значит, то, что происходит с вами сейчас, может быть, как, таким, знаете, переходным этапом, вот, может быть, переходным этапом, то, что вы, ну, описываете. А может быть и проявлением, я бы сказал, чего-то такого. То есть, это может быть проявлением и некой, вот, так скажем, ну, деструктивности. Вот. Такое, к сожалению, возможно. Как бы, как бы мне, вот, не было бы приятно это говорить. Поэтому вам здесь я бы сказал, что нужно разобраться в себе и в своих ощущениях, во всех тех вопросах, которые я озвучил, вот, и посмотреть, чем же мы все-таки имеем дело здесь, вот. Просто с новым опытом мы здесь, мы здесь имеем дело, например. Или мы имеем дело со следствием того же самое, что было у вас в отношениях, да, например. Ну, вот, только теперь, вот, ну, в такой немножечко, ну, как бы, другой форме. То есть, тут самое главное не, 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 не ошибиться, как мне кажется. Вот. Опять же, это, ну, на мой взгляд, выдает вот ваша история, пока выдает ваше желание опереться на другого человека, побыть какой-то вот, значит, ну, побыть маленькой девочкой. То есть, есть ощущение, что вы испытываете базовую тревожность перед внешним миром. Вот. И страх какой-то, какой-то перед ним. Вот. И, соответственно, злость ссоры. Злость ссоры, которую вы описываете, это такое вот проявление того, что я описывал, да, оно вот немножечко с одной стороны. Когда у нас только что начиналось с припиской, мы только прислали друг другу видящие, к нам так лично сняли, потом наше общение стало более глубоким, и чем более глубоким, и нас нагло, тем больше отпадало потребность секса. Это нормально, но, опять же, здесь нужна динамика. То есть, то есть, если отпадают потребность секса, вообще, а не конкретным человеком, то есть, вот, если, допустим, возникает такая история, что вам, вот, ну, вследствие, да, вот вследствие, вследствие вот этого глубокого общения, а секса не хочется вообще, это одно, это один, это один момент. Если вам не хочется секса только с этим человеком, но, грубо говоря, хочется с сексом с другими, то это проблема. Потому что, ну, по сути, здесь мы имеем дело с внутренним конфликтом, вот, по крайней мере, по крайней мере, на мой взгляд, вот, который нужно помочь вам разрешить. Дальше, тут он вообще сказал, значит, когда ты одеваешь, одеваешься красиво и привлекательно, для меня тут, в основном, моя маленькая девочка. Господи, как избавиться от этого, есть ли смысл пытаться как-то изволяться, может проще найти другого партнера и изначально не начинать текать их нежности с ним, всю эту игру в дочке матери. Ну, вот это интересный момент. Вы как будто бы боитесь любви. Вы как будто бы боитесь того, что к вам проявляют нежность. Вы как будто бы боитесь в этом находиться. С одной стороны, да, конечно, в той или иной степени можно назвать деструктивным. Историю о том, что, ну, значит, ваш мужчина, значит, ну, как бы называет, относится к вам как маленькой девочке. Это, конечно, можно назвать чем-то таким, да, деструктивным для отношений. Но, с другой стороны, вот именно в вашем случае есть ощущение, что вы впервые с этим столкнулись и вы боитесь это принять. Вот. Поэтому, повторюсь, тут и вот такое ощущение, что вы, опять же, избегаете, вы хотите избежать таких отношений. То есть, опять же, проявляется здесь ваша тревожность и страх. Ну, перед, перед, значит, ну, перед нежностью, перед, ом, любовью, потому что это вообще-то, 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 проявление, проявление любви. То есть, такое ощущение, что вы можете быть, значит, привлекательной сексуальной женщиной, вот, где нет места, значит, какой-то такой вот нежности, да, где нет места чувственности, например. и вы можете быть маленькой девочкой, где все это есть, но, где нет первого. Да, то есть, почему-то это вот друг друга, друг друга взаимо исключают. И вот, мне очень хотелось бы увидеть, а, каким образом, это вот взаимо исключает друг друга. Вот. Потому что, я, ну, лично я, не вижу каких-то, значит, ну, я не вижу предпосылок для того, чтобы это взаимное случилось друг друга. Я такого не вижу. Но, если в вашем опыте это так, вот, то это нужно смотреть. Конечно, речь идет об определенных внутренних запретах. Вот. С которыми вы сталкиваетесь, ну, с которыми вы сталкиваетесь. Вот. И это нужно исследовать. 10 месяцев мы переписывались, потом три дня на встрече изучали друг друга, занимались сексом, сейчас мы снова переписываемся, ну, и по видео говорим, не важно. У нас секс, у нас было три дня, можно ли делать это выводы какие-то, я не знаю, но чувства у обоих одинаковые. А, в общем, ваш вопрос. Вы пишите, как избавиться от этого антисексуального фундамента, от нежности доверия. Нет, я бы сказал учиться. Может быть, попробовать поучиться, находиться в этом и посмотреть, как вы будете себя чувствовать дальше. Вот. Возможно увидеть в этом большой ресурс. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго.